Искать выход из украинского кризиса и в целом решать проблемы европейской безопасности невозможно без полноценного диалога с Россией. Так заявил на этой неделе бывший госсекретарь США Генри Киссинджер в интервью американскому журналу National Interest. На Украине Вашингтон не пожелал считаться с мнением России, но при этом повел себя пассивно. Никакой работающей концепции европейской безопасности Соединенные Штаты не выдвигают. Хотя ее надо обсуждать именно с Москвой, считает Киссинджер. Мы считаем, что Россия это мощное государство, а значит нам прежде всего необходимо понять, возможно ли одновременно соблюсти и наши, и российские интересы. Нужно рассмотреть любые варианты по созданию невоенного формирования на территории между Россией и нынешними границами НАТО. Западные страны не особенно рассчитывают на выход Греции из кризиса, ровно как и на создание прозападной Украины. Поэтому нам как минимум нужно рассмотреть любые возможности сотрудничества между Западом и Россией внутри нейтральной Украины. Украинский кризис становится проблемой мирового масштаба, потому что он смещает долгосрочные перспективы всех стран на второй план, а на первый выходит ущемленное национальное сознание украинцев. Упоминая Грецию, Киссинджер имел в виду вот, что в вопросе о судьбе астрономического внешнего долга Афин роль лидера в Европе взяла на себя Германия, которая на самом деле к такой роли не стремилась. Ее умоляют вести Европу за собой главным образом по экономическим соображениям. Но Германия не идеальный партнер в том, что касается безопасности на границах, отстоящих на 200 миль от Сталинграда, заметил Киссинджер. Тут следует напомнить, что ровно неделю назад сама Ангела Меркель называла основной проблемой Евросоюза сейчас даже не греческий долг, а кризис с мигрантами, тот самый, о котором мы говорили сегодня в программе. Кстати, новость последних минут. Завтра все это Меркель будет обсуждать с президентом Франции Франсуа Ландом. Ну и в продолжение. Вот что сказал другой дипломат старой школы, бывший глава МИД Западной Германии Ганс Дитрих Геншер, один из главных сторонников политики разрядки в отношениях с Советским Союзом. Если Запад и Россия будут сотрудничать друг с другом, можно будет добиться успеха. Как было с ядерным соглашением по Ирану. Россия могла бы его с легкостью заблокировать, если бы хотела. Но она этого не сделала, напомнил Геншер в интервью газете Süddeutsche Zeitung.